Новый цифровой рентген поступил в областную поликлинику. Приобретение нового оборудования на два рабочих места обошлось в почти 17 миллионов рублей с федерального бюджета. Аппарат заработал в сложный период всплеска коронавируса. Отмечено, что на рентгенологическое обследование направляются пациенты с признаками пневмонии. «Сначала они идут в фильтр-бокс, и там уже, конечно, по назначению от фельдшеров, которых там принимают, они могут подняться, сделать рентген легких, где будет установлено, поразила ли их дыхательные органы пневмония или нет, где им будет назначено соответствующее лечение, либо будут госпитализированы, опять же, в зависимости от состояния человека». В ЯО пневмония диагностирована у более чем 600 человек. У 27 из них подтвержден COVID-19. Таким образом, специалисты считают поставку нового оборудования своевременной. «В течение недели он выйдет на свою расчетную мощность. Это примерно около 80 снимков в сутки. Это российского производства аппарат. Поэтому я думаю, что все-таки на адаптацию персонала нужно время. Нужно время для того, чтобы мы научились делать качественные снимки, читать их». Для борьбы с заболеваемостью по поручению регионального руководства поликлиника увеличила количество фильтр-боксов до четырех. В этих кабинетах фельдшеры оказывают неотложную помощь более двумстам, обратившимся за день. «Их специально открыли, чтобы обхватывать большие объемы, чтобы люди не толпились в очередях, не сидели по несколько часов. Именно для этого их было создано четыре штуки. И именно для этого они теперь работают и по субботам, чтобы сократить очередь и своевременно оказывать медицинскую помощь всем, у кого есть подозрения на новую коронавирусную инфекцию». В минувшую субботу в фильтр-бокс поликлиники уже обратилось 29 пациентов. Специалисты отметили, что прием в поликлинических неотложках по субботам будет вестись до тех пор, пока не нормализуется ситуация с заболеваемостью коронавирусом.